Здравствуйте, дорогие наши друзья! Вы на канале «Анекдоты от А до Я». Не позволяйте себе плохое настроение, это вредно для здоровья, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, ведь мы начинаем! Фима, здравствуй! Как жена, как дети, как здоровье, как сам? Ой, Семен Маркович, что вам сказать? У меня все заебисано конем. Вот как-то так. Маленький совет, дружеский. Друзья, если вы пришли домой, и ваша жена вся в слезах, обязательно сядьте, поужинайте, потому что это надолго. А я напоминаю вам, друзья, что наш конкурс на лучший ваш комментарий продолжается, так же, как и наши анекдоты. Поехали! Муж с женой общается, она ему говорит, будешь булочку? Говорит, ну, давай чуть попозже, мы же с тобой сейчас разговариваем, как-то неудобно жевать и разговаривать. Она говорит, да я понимаю, будешь булочку? В столовой. Скажите, а у вас суп есть? Конечно, есть. А какой? Гороховый рассольник. Простите, по-моему, это два супа. Теперь один. Нам кастрюля нужна была. Друзья, а вот обратите внимание, порядочного человека можно узнать по тому, как он неуклюже делает пакости. Знаешь, вот так просыпаешься утром и понимаешь, что ты уже не какой-то малолетний дебил, а уже взрослый, сформировавшийся долбоеб. Друзья, вот когда мы доберемся до какой-нибудь планеты, населенной гуманоидами в другой галактике, мы тоже им натопчем пару кругов на колхозных полях. Пусть потом разбираются. Головастики. Парень идет по улице, и вдруг видит, впереди идет девушка. Он так смотрит на нее, такая точеная фигурка, ножки такие. Он так ускоряется, догоняет ее, заглядывает ей в лицо, говорит, уй, елки-палки. Знаете что, девушка, вот если бы вы были так же прекрасны, как сзади, я бы вас расцеловал. Мой мужчина, поцелуйте меня там, где я красивая. Волчек, что тут у тебя такое? Чего уши перевязаны? Да. Гладил костюмы, тут как раз позвонили. Так я говорю, алло. А, понятно. А, второе, чего, ухо. Так скорую вызывал. Я тебе еще раз говорю, отстань от меня. У меня есть парень, слышишь? Парень, ты меня задолбал уже. Ну чего ты, ну солнышко, ну парень, это же не муж. У меня есть он же, муж, парень и жених. Все. Нет, нет, не все. Ну что ты, чего ты злишься так? Я ж смотрю, роль любовника еще не занята. Да ты задолбал, сдохни, сука. В аптеку заходит женщина и говорит, здравствуйте, скажите, пожалуйста, а у вас нету таблеток для повышения эрекции? В смысле? Ну, мужу моему надо для повышения эрекции. Говорит, а-а-а. Вот, пожалуйста, возьмите. Ой, спасибо большое. Погодите. Не понял, а? Это же таблетки для похудения. Правильно. Вы давайте пейте и увидите, как у вашего мужа появится эрекция. Ты знаешь, жутко ненавижу такие моменты, когда ты влюбляешься в человека всем сердцем и душой. А они берут раз и на следующий выходят. Ну, суки. Вот, друзья, как все-таки сравнить женский и мужской флирт? По-моему, это, знаете, как художественная гимнастика и футбол. Те выходят просто ленточками помахать, а эти конкретно гол забить. Пап, скажи, а могут ли мужчина и женщина дружить без секса? Конечно, сынок, могут. Ну, если они женаты друг на друге. В комнату забегает девочка и кричит, мама. Мамочка! Мамуля, что это? Ой, доченька моя, успокойся. Вот, наконец-то ты стала взрослой. Это усы. Две подружки общаются. Одна говорит, представляешь, я со своим мужем сплю максимум один раз в неделю. Вторая говорит, а я три раза. Подожди, у тебя же нет мужа. Ах, я думала, мы о твоем говорим. Девушка зашла в лифт, за ней зашел парень. Нажали на какой-то определенный этаж, едут и вдруг лифт застревает. Девушка поворачивается к парню, говорит, если вы попытаетесь меня поцеловать, я закричу. Ой, ёпта, я тоже. На собеседовании скажите, какой у вас стаж работы? 30 лет. Как-то не верится. А сколько вам лет? Мне 25. Подождите, как это? Вам 25 лет, а стаж работы 30. Как так могло получиться? Ну, как-как? Переработки. Вечер. Оля читала Пушкина. Татьяна вышивала крестиком. Света и Марина играли в преферанс. Тамара раскладывала по сеансу, потому что Люба, блядь, не успела до 23.00 взять бухло. Две подружки встретились. Одна говорит, слушай, Светка, а давай сегодня набухаемся. Да ты что, Клавка, я не могу. У меня же теперь ребенок. Вот как это назвать, а? Мы с тобой знакомы 12 лет. А его ты всего знаешь 3 месяца. Говно ты. Ну, друзья, ну согласитесь со мной, что все-таки Бог любит идиотов. Иначе нахера он их столько создал. Ну вот, дорогие друзья, на сегодня и все. А вы не забывайте о ваших комментариях, ведь наши призы ждут победителя. Ну а пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok